221 заявка от социально ориентированных некоммерческих организаций поступила на конкурс грантов от губернатора. Это в два раза больше, чем было в прошлом году. Один из проектов представила «Зелёная Арктика». Эковолонтёры планируют убрать мусикаменном старые металлические 200-литровые бочки. Нужны деньги, потому что масштаб проекта в принципе очень большой и несёт большие затраты. Как минимум, это всё оборудование. Мы представляем, что это металл, с которым непосредственно просто так ты не сможешь работать. 95% участников – представители региональных НКО, а 10 заявок отправили из других субъектов России. Однако в случае победы все проекты реализуют в округе. Центр помощи детям особой заботы из Омска «Ангел» уже знаком ямальским родителям. С 2017 года вместе с фондом «Ямины» специалисты помогли полутора тысячам детей. В этот проект заложили ещё две поездки – в Ярселе и Таркаселе, где после работы на месте родители получат рекомендации по дальнейшей реабилитации. В рамках реабилитационных мероприятий мы планируем оказание высокотехнологичной помощи детям, индивидуальных интенсивных занятий. Уверены, что этот проект будет успешным и положительно скажется на здоровье детей. В комиссии 45 экспертов из Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга и Ямала. Каждый проект будут оценивать по десяти критериям, а на ним на минимум два специалиста. Независимые эксперты в течение месяца, практически до 28 апреля, они будут заниматься проверкой и оценкой данных проектов. То есть решение о том, кто станет победителем, не принимает оно гранты Ямала, будет по итогам работы экспертов. Экспертов мы не озвучиваем. То есть НКО не будут знать, кто проверяет их проекты. В этом году втрое увеличили общую сумму поддержки до более 95 миллионов рублей. Это поможет реализовать больше полезных идей. А победителей назовут 12 мая. Мария Савельева, Максимилиан Волков, программа «Время» и «Мала Салихард».